Здравствуйте дорогие друзья вы на канале Домохозяин, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, пишите ваши комментарии, сегодня поговорим о том как я ухаживаю за магнолией, чтобы она обильно цвела. Нужно ли и как резать магнолия. Как цветет магнолия. Магнолии украшают маленькие и большие сады. Магнолия, одно из самых популярных и красивых декоративных растений. Теплый апрельский бриз превращает мохнатые бутоны магнолии в фарфоровые цветы, похожие на крупных экзотических бабочек. Если мы хотим пригласить магнолии в наш сад, стоит сначала выяснить, сможем ли мы обеспечить им условия, которые обеспечат обильное и надежное цветение. Нам необходимо выяснить, какие субстратные магнолии нравятся, когда и как их сажать. Также постараюсь ответить на вопрос, который мучает каждого, кто не представляет садоводство без секатора, нужно ли и как резать магнолии. Магнолии лучше всего растут на перегнойной, плодородной и слабокислой почве. Магнолия в саду, где лучше всего сажать, чтобы она ежегодно обильно цвела. Самым подходящим местом для магнолий будет тихое место, защищенное от сквозняков и морозного ветра, хорошо изолированное. Возможно, его можно немного притенять, но на северной стороне здания будет слишком темно и слишком холодно, чтобы они плохо цвели и легче замерзли. Как и положено настоящей садовой аристократии, магнолии заслуживают видного места в саду, например, на фоне ухоженного газона и темно-зеленой изгороди. Стоит посадить их возле дорожек, чтобы можно было любоваться цветами вблизи, белая стена здания или другие кусты, растущие слишком близко, при этом цветущие, разрушат их эффектные качества. Также следует помнить, что магнолии довольно ветвистые и требуют много места. Когда и как сажать магнолии, вид субстрата. Поскольку магнолии лучше всего высаживать прямо из емкости, в которой они росли в питомнике, это можно делать практически на протяжении всего вегетационного периода, то есть с апреля по август. Ранняя весна позволяет нам проверить, имеют ли цветы именно ту форму и оттенок, о которых мы мечтали. Стоит помнить, что корни магнолии толстые, плохо разветвленные, очень хрупкие и чувствительны к повреждениям, поэтому нужно тщательно выбирать место, где вы их посадите. Пересадка растения, которое росло на данном месте несколько лет, будет сложной и довольно обреченной на неудачу. По этой причине магнолии в питомнике должны сразу расти в контейнере, а не в земле, потому что это увеличивает их шансы быть принятым на новом месте. Как проверить? Достаточно посмотреть на корни после того, как они вынуты из емкости, если в нижней части они закручены по кругу, мы можем быть уверены в качестве. Магнолии также имеют наиболее развитую корневую систему прямо под поверхностью земли, поэтому лучше не копать почву вокруг ствола и не топать почву слишком сильно во время посадки, потому что тогда вы также можете повредить нежные корни. Магнолии лучше всего растут на проницаемой, перегнойной, плодородной и слабокислой почве PH5-6. Если почва в нашем саду глинистая и тяжелая, перед посадкой ее необходимо хорошенько подготовить, то есть рыхлить песком, торфом, а на дно ямы положить компост или листовую землю. После посадки будет полезно замульчировать корой, опилками или торфом, потому что тогда почва будет поддерживать надлежащую влажность, и сорняки не будут затоплены, а дополнительный слой защитит корни от промерзания. Подкормка магнолии, какое удобрение, когда подкормить. С марта по начало июля хорошо несколько раз подкормить магнолии комплексными удобрениями. Вам нужно выбрать тот, который предназначен для растений, которым требуется кислый субстрат, не содержащий кальция. В качестве альтернативы вы также можете применить специализированное удобрение с медленным высвобождением в конце марта или начале апреля. Не переусердствуйте с азотными удобрениями, избыток которых, особенно в конце лета, увеличивает чувствительность к морозам. С мая до середины августа, когда наиболее тепло и засушливо, магнолии нужно регулярно поливать. Не обязательно делать это каждый день, всегда лучше немного реже, но в больших дозах, потому что только тогда вода впитается на нужную глубину, достигнет всех корней и питает растения. Особенно этого требуют молодые экземпляры. Нужна ли обрезка магнолии? Для тех, кто хотел бы использовать секатор в саде, магнолия сэкономит некоторое усилие, потому что обрезка практически не нужна. У них очень красивый естественный вид, они не занимают много места и, к сожалению, после срезки плохо загустевают и довольно сложно отрастают. Так можно обрезать магнолии, но только при необходимости, весной можно удалять только подмерзшие или, возможно, засохшие концы побегов.